Здравствуйте! В эфире канала Россия итоговая информационная программа События недели. Сегодня в России отмечается День офицера. И сегодня гость нашей программы капитан, помощник начальника отделения кадров управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии Николай Морозенко. И он расскажет нашему корреспонденту Белле Джозаевой, что для него этот праздник, что повлияло на то, чтобы посвятить свою жизнь служению Родине и каково настоящее предназначение офицера. Николай, 21 августа – это День офицера в России. Это красивый праздник, и я вас поздравляю с этим вашим профессиональным праздником. И хочу у вас спросить, как у военнослужащего, что для вас, как для военного человека, этот праздник? Спасибо за поздравление. Этот праздник для нас большой, светлый. Каждый стремится в своей жизни из военнослужащих быть офицером. Каждый курсант хочет стать генералом. Как говорится, плохо тот курсант, который не мечтает стать генералом. А так быть офицером – это огромная ответственность. Каждый офицер идет к этому пять лет, живя на казарме, служа в сапогах, проходя курс молодого бойца. В раннем возрасте его отрывают от семьи, от матери, и он начинает уже вести самостоятельную жизнь. И пять лет он стремится к этому, поэтому для каждого офицера это очень большой и значимый праздник. Николай, расскажите, кто или что повлияло на выбор вот этой профессии, почему вы стали военным человеком? В первую очередь патриотические фильмы, пока был в юности, молодой, смотрел. Ну, так сказать, мечта. Мечта существилась. Я не кадровый офицер, я военное училище не заканчивал. Я закончил университет гражданский и пришла повестка в армию. Призвали на срочку, подписал контракт, и вот с тех пор уже 15 лет я в армии. В семье, как и отец, и старший брат, оба деда, и фронтовики, ветераны Великой Отечественной войны. Вот, имеют также и награды, все, они все, ну, чтобы так надолго остаться в армии, я единственный. Я знаю, что вы скромничаете и не хотите говорить о том, что вы участник и ветеран военных действий, боевых действий. А сейчас так сложилось, так случилось, что вы работаете в отделе кадров. Насколько вам было тяжело привыкнуть вот к этой рутинной работе после того, что вы вообще видели в этой жизни? В отделении кадров работать это тоже надо уметь, потому что я отвечу, ну, как, не то, что я, а вообще каждый кадровик, он отвечает за подбор. И кого он подберет, кого он назначит на ту или иную должность, он в первую очередь в ответе за это. Вот, поэтому это сложная работа, это постоянная работа с людьми, с документами, с взаимодействующими органами. Это тоже кропотливая работа. Скажите, в чем вы видите свое предназначение как российский офицер? Есть такая профессия – родину защищать. Каждый офицер, если, ну, не то, что каждый офицер, а каждый, кто в армии, офицер, он пришел, ну, нету такого, как пойти в такси работать там, пойти там дворником и так далее. Это уже призвание. То есть для каждого офицера это любимая работа, и он идет на работу всегда с радостью, потому что это для него любимая работа. Обращаясь к своим офицерам, коллегам, хотелось бы пожелать им мирного неба над головой, дослужиться до генералов. Николай, я благодарю вас за интервью и еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником. Успехов вам в работе. Спасибо. В Черкесске состоялось торжественное открытие нового современного здания службы судебных приставов. В церемонии принял участие глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов и директор Федеральной службы судебных приставов, главный судебный пристав России Дмитрий Арестов. На знаковом событии присутствовала Альбина Ламкова. Новое здание Управления Федеральной службы судебных приставов России по Карачаево-Черкесии расположено в северной части города Черкеска. На торжественной церемонии его открытия присутствовал личный состав регионального ведомства. Со словами поздравлений к сотрудникам органа принудительного исполнения обратился главный судебный пристав страны Дмитрий Арестов, который отметил историческую значимость события для всего коллектива управления в части создания условий, направленных на повышение эффективности организации работы. Он подчеркнул и важность взаимодействия службы со всеми органами государственной власти. Пользуясь случаем, я хотел бы благодарить руководство Карачаево-Черкесской республики и лично главу республики за всемирное содействие, которое позволило в короткие сроки создать такие достойные условия для службы наших сотрудников. Государство возлагает на нашу службу серьезные задачи. Я уверен, что в новых стенах у вас будет кипеть плодотворная работа, и управлению окажется по плечу решение самых сложных, самых важных вопросов. Ведь от результатов труда судебных приставов напрямую зависит вера граждан в торжество правосудия. Глава республики Рашид Тимрезов поздравил виновников торжества и оценил работу судебных приставов, связанную с пополнением бюджета нашего региона. Ваша работа напрямую позволяет увеличивать и бюджет нашей республики, а это, как вы все знаете, новые школы, новые детские сады, больницы, дороги. Я искренне хочу вас поблагодарить за вашу службу. Уверен, что и дальше вы будете также активно служить во благо Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики. С праздником вас! Добрый путь! С новосельем! Затем в присутствии личного состава перерезали символическую красную ленту. Далее состоялась экскурсия по основным помещениям нового современного здания, среди которых единая зона приема граждан, комнаты дежурной смены, просторные кабинеты отдела управления. Осмотрели и гараж для служебного автотранспорта и прилегающую территорию. Затем Рашид Тимрезов и Дмитрий Арестов оставили памятную запись в книге почетных гостей. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия. В Черкесске прошел брифинг временно исполняющего обязанности начальника управления вневедомственной охраны по Карачаево-Черкесии подполковника полиции Андрея Савенко. Офицер рассказал журналистам об итогах деятельности вверенного ему ведомства с начала года, об услугах, оказываемых подразделениями вневедомственной охраны на территории региона, а также об участии личного состава в обеспечении общественного порядка в период проведения массовых мероприятий. С начала года под централизованную охрану приняты десятки объектов. С помощью технических средств охраняется 1171 объект и 968 мест проживания и хранения имущества граждан. В этом году сотрудниками вневедомственной охраны обеспечена полная сохранность имущества всех форм собственности, отметил полковник полиции Андрей Савенко. А сколько стоит охрана квартир, домов, автомобилей и другого имущества? Исполняющий обязанности руководителя вневедомственной охраны Андрей Савенко более подробно рассказал нашему каналу о задачах, стоящих перед подразделениями вневедомственной охраны и об услугах, предоставляемых ведомством, гражданам и юридическим лицам. Добрый день, Андрей Александрович. Скажите, пожалуйста, какие оперативно-служебные задачи выполняют сотрудники вверенного вам подразделения? Добрый день. К основной задачей вневедомственной охраны относятся участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности, охрана особо важных режимных объектов, объектов, подлежащих обязательной охране войска национальной гвардии в соответствии с перечнем, утвержденным правительством Российской Федерации, также охрана имущества физических и юридических лиц по договорам. Какие услуги предоставляются вневедомственной охраны по охране объектов, мест проживания и хранения имущества граждан? ФГКО ВНГ России по Крача Черкесской Республике оказывает следующие услуги. По централизованной охране объектов всех форм собственности, мест проживания и хранения имущества граждан с помощью технических средств охраны. По охране автотранспортных средств, юридических и юридических лиц, оборудованных системой навигационного спутникового мониторинга. Также охрана объекта с помощью технических средств охраны. Заодно остановлюсь на тарифах. Час охраны объекта в городе Черкесске стоит 17 рублей 41 копейку. На территории Республики 17 рублей 27 копеек в час соответственно. Охрана мест проживания и хранения имущества граждан с помощью технических средств охраны стоит 310 рублей 87 копеек в месяц круглосуточно. Соответственно в Республике 307 рублей 14 копеек в месяц круглосуточно. Также осуществляется охрана автотранспортных средств 310 рублей 87 копеек круглосуточно, ежемесячно фиксированная оплата. Меньше двух недель остается до нового учебного года. Расскажите об охране школ. Есть ли здесь сложности? Школа это то место, в котором дети проводят большую часть своего дня, поэтому учебное заведение должно соответствовать самым высоким требованиям безопасности. Главной задачей охранных систем в школах является контроль и ограничение доступа на территорию посторонних лиц. Большинство учебных заведений оборудованы кнопкой на тревожную сигнализацию с выводом на пульс централизованной охраны. Возможность экстренного вызова служб быстрого реагирования должна иметься круглосуточно на случай любых посягательств, непредвиденных и опасных ситуаций. При срабатывании КТС группа задержания по сигналу тревоги незаметно выезжает для пресечения административных правонарушений и преступлений на охраняемой объекте. Сложности с охраной образовательных учреждений нет, есть проблемы финансирования объектов в учебно-образовательной сфере. А что нужно знать гражданам, убывающим на длительный срок в отпуска командировки, чтобы обезопасить свое имущество? Значит, смотрите, гражданам, уезжающим в отпуск, либо длительную командировку, не пользующимся услугами универсальной охраны, рекомендуем подключить свое жилище на пульс централизованной охраны. Тем, у кого уже имеется подключенная сигнализация, перед отъездом необходимо предупредить ответственных лиц, что в случае срабатывания сигнализации они бы могли оперативно отреагировать. Значит, кто такие ответственные лица? При постановке, допустим, возьмем квартиру, ставите вы квартиру под сигнализацию, вы ее собственник. Но у вас разъездная работа, допустим, командировки, либо в отпуск вы собрались. При оформлении документов вы включаете список доверенных лиц. Соответственно, произошло срабатывание, до вас дозвониться не можем, либо дозвонились, вы говорите, я в Москве в командировке. Соответственно, звоним кругу лиц, которых вы предоставляете. Это могут быть либо ваши друзья, либо ваши родственники. Соответственно, мы вызываем их и уже в присутствии их перезакрываем объект, либо квартиру. Соответственно, открываем, проверяем целостность, что ничего не нарушено, ничего не похищено, все на месте. Ставим квартиру обратно по сигнализации в присутствии вашего доверенного лица. Андрей Александрович, какие требования предъявляются к кандидатам на службу в вашем подразделении? Мы рассматриваем кандидатов на службу, приглашаем к нам, но есть ряд требований, по которым необходимо соответствовать. Первое – это наличие полного среднего образования, минимум 11 классов. Отсутствие судимости у кандидата. Также физическая подготовка, спортивные разряды достижения приветствуются. Морально-психологическая стоимость кандидата на службу. И также на должности младшего начальщика состава возрастные ограничения до 35 лет. Поэтому, если есть желающие, жители республики, всех ждем. Андрей Александрович, спасибо за участие в нашей программе и до новых встреч. Сейчас реклама, после продолжим. Редактор субтитров А.Семкин Только до 4 сентября в Кисловодском цирке Новая грандиозная шоу «Ги-эрация. Песчаная сказка». Код города 87937 296 58 категория 0+. Ребенок не говорит. Развить фразовую речь, улучшить дикцию, снизить возбудимость. Помогут современные технологии в Рео-центре. 8-928-690-36-03 Государственная телерадиокомпания «Калуга» приглашает к участию в Тарусском фестивале телевизионных фильмов и программ «Берега», который пройдет с 28 по 30 сентября в Тарусе. Мероприятие проводится под патронатом ВГТРК, поддержки администрации Калужской области и администрации Тарусского района. Целью фестиваля является привлечение внимания к сохранению и развитию культурного наследия многонационального народа России, истории родного края, национальной культуры, семейных и этнических ценностей. Работы принимаются до 5 сентября. Подробная информация на сайте gtrk.defiskaluga.ru Чтобы помнили, в Ленинградской области под Гатчиной установлен бюст героя Российской Федерации генерал-майора Канамата Баташева. Канамат Хусеевич погиб, выполняя свой воинский гражданский долг. Не смог остаться в стороне и принял решение бороться с нацистами в ходе специальной военной операции. Говорят, каждая спасенная жизнь дарит бессмертие. Своим подвигом Канамат Хусеевич спас многих людей, и его бессмертие теперь в их жизнях. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимреза выразил искренние слова благодарности за увековечение памяти нашего земляка, губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко и жителям региона. Канамат Хусеевич работал последние 10 лет в должности заместителя председателя ДОСААФ России по Санкт-Петербургу Ленинградской области, передавая свой огромный опыт и любовь к небу другим пилотам. Им гордится не только наша республика, но и вся Россия. Канамат Баташа – пример мужества, стойкости и чести. Имя его навсегда вписано в историю страны. Самое ценное, чем может поделиться человек с ближним своим в трудную минуту – это тепло и моральная поддержка. В преддверии отопительного сезона из Черкеска в Луганскую Народную Республику отправлен очередной гуманитарный груз, на этот раз в виде дров. Ахмат Халхетчев подробнее. С начала специальной военной операции наша республика уже отправила более 500 тонн различного гуманитарного груза. Преимущественно это были продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости. Ну а с инициативой организовать отправку гуманитарного груза именно в виде дров выступило Карачаево-Черкесское оригинальное отделение партии «Единая Россия». Эта работа ведется в рамках той помощи, которую республика оказывает на протяжении всего периода проведения военной специальной операции. Сегодняшний груз мы отправляем по той заявке, которую мы получаем еженедельно. Две машины для наших военнослужащих и одна машина для жителей Донбасса. Первая колонна с теплотворным грузом в 40 кубов выехала в составе трех грузовиков. Во главе колонны транспорт от МЧС для демонстрации гуманитарного характера, миссии, благотворительную инициативу партийцев, кроме военных и спасателей, активно поддержало и Министерство природных ресурсов и экологии Карачаева-Черкесии. Это первая партия гуманитарного груза от нашей республики в виде дров. До начала топительного сезона в район специальной военной операции из Карачаева-Черкесии планируется отправка еще двух партий. В общей сложности будет отправлено свыше 100 кубов. Ахмахал Кесчев, Олег Махожев, Вести Карачаева-Черкесия. Определены обладатели грантов Махар-2022. В Карачаево-Черкесии завершился высокогорный форум, который проходил с 9 по 15 августа. Форум собрал более 100 участников из регионов Северокавказского и Южного федеральных округов. Репортаж Алла Динаевой. Насыщенная образовательная программа и атмосфера творчества царила в этом живописном месте. Эту неделю на Махаре во время форума. Ребята прошли тренинги и выбрали клубы по интересам. Кто-то проводил занятия за приятными беседами у костра, кто-то выбрал настольные игры. На площадке форума каждый находил занятия по душе. Организаторами высокогорного форума Махар-2022 выступили Министерство по делам молодежи, Российский союз молодежи и высокогорный креативный кластер. Я приехала из Ставрополя, представляю Северокавказский федеральный университет. Впервые на Махаре. В целом мне очень нравится форум, особенно здесь нравится организация, потому что все пожелания учитываются. Если какие-то недочеты или что-то не нравится, то сразу это все организаторы справляют, все друг с другом общаются, что-то узнают, знакомятся. Это очень здорово. Форум дал возможность молодежи развить необходимые компетенции и позволил выиграть грант до 500 тысяч рублей и собрал более 100 молодых активистов из Ингушетии, Дагестана, Чечни, Ставропольского края, Деге, Астраханская область, Кабардино-Блакаре и Карачево-Черкесии. В этом году наш форум прошел в очень яркой, дружелюбной атмосфере. И отличительной особенностью в этом году, конечно же, стало то, что впервые прошел грантовый конкурс Федерального агентства по делам молодежи. По итогам грантового конкурса около 30 ребят защитили свои проекты. И вот сегодня на закрытии мы ждем объявления результатов, где мы узнаем, сколько ребят и на какие суммы получат грантовую поддержку. Защита проектов проходила по 15 номинациям и 4 направлениям, таким как социальное проектирование, студенческий туризм, творчество, креативные индустрии. По итогу грантового форума ребята получили не только полезные знания и навыки, но и познакомились с интересными людьми. А победителями высокогорного форума «Махар-2022» стали Керам Тимирджанов, Мадина Чомаева, Мадина Лайпанова, Лаура Джуева, Алима Найманова, Милада Боин-Сузова, Алия Картоев, Шамиль Хапаев. Проект посвящен развитию туризма на территории республики Ингушетия, а именно в горной части Джарахского района. Наша команда планирует оснастить данные площадки беседками, зонами отдыха для приезжих туристов и местных жителей. Проект выполняет такую задачу, то есть игровое время в течение дня очень маленькое для любительского футбола в городе Карачаевске, то есть ближе к вечеру, допустим, с октября по март, по апрель, короткое время, то есть темнеет быстро, и заниматься, тренироваться, надо ездить или в Черкесск, или в ближайший октябрь, чтобы тренироваться по футболу. Мы на площадке освещение ставим, тем самым, чтобы было время потренироваться более взрослому поколению. Аладинаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия, Махар. Во Дворце культуры Черкеска прошел первый сольный концерт популярного певца, автора песен, лауреата международных конкурсов Эльдара Жаникаева. В концертной программе «Аманат» кроме хорошо знакомых песен в этот музыкальный вечер прозвучали также и новые песни. Смотрите подробности. Яркой звездой горит на эстрадном небосклоне Северного Кавказа знаменитый Эльдар Жаникаев. Весьма заметное место в его творчестве занимает песня о родном крае, о Карачаево-Балкарском мире и тех испытаниях, которые пережили народы в годы депортации. «Я вернулся с войны домой в горы, Дождь холодный, не мыл сапоги, Не увидел родные аулы. Северой углы затянулись огни, Свет в глазницах домов не поманит, Теплым дымом садных очагов, Лишь озлобленный ветер гуляет, Без зеленых домов». В народе говорят, жизни и смерти идут рука об руку. Вот и в творчестве Жаникаева песни о трагических страницах неразделимы с темой неудержимой силы к жизни под названием «Любовь». «В любом проявлении любовь – она одна. Любовь – это когда заботятся друг о друге, Когда уважают друг друга, Когда искренне желают счастья друг другу. Неважно, это брат и сестра, сын и мама, сын и папа. Любовь – она одна. Любовь – это когда семьи создаются. Любовь – это семья». Поддержать Эльдара в это отвечает, В этот вечер пришли и другие не менее известные и популярные артисты кавказской эстрады, исполнившие уже полюбившиеся песни именитых поэтов и композиторов. Ну а какой горец без верного коня? Этому другу тоже нашлось место в репертуаре. «Обнимаю я крепко коня своего, Обнимаю, как будто родной карачай, Древних коней карачая кровь жила в твоих, Словно убедили предков великих своих. Мы возродились из пепла с тобой, И навеки с тобой мы связались с судьбой». Певец Эльдар Женикаев без сомнения обладает яркой индивидуальностью. Во время его концертов наступает такое состояние духовной связи с залом, которое делает возможным необыкновенный энергетический обмен. Зритель получает свои неповторимые эмоции, а артист заряжается от благодарного зрителя. «Выход на сцену – это, конечно же, большая ответственность. Это, наверное, очевидно. Хочется, чтобы твой выход на сцену был не только развлечением для народа, хотя это тоже в тяжелые времена очень хорошо, но чтобы какой-то нес смысл, чтобы какую-то ты мог, я не знаю, частичку доброты подарить людям, которые тебя слушают, какие-то пропагандировать что-либо ценности, настоящие, к которым мы привыкли. То есть вот такой посыл, а что из этого выходит, мы будем делать это искренне». Зал был полон зрителями, а концерт «Аманат» прошел в теплой дружеской обстановке. Повсюду царила атмосфера творчества, а ощущение праздника не покидало пришедших до последних минут вечера. Во дворце спорта юбилейный в честь празднования 100-летия Карачаева Черкесии стартовал всероссийский турнир по боксу памяти почетного гражданина города Черкеска Александра Давыдова. Немало воспитанников заслуженного тренера России занимали места на пьедестале крупнейших мировых спортивных форумов. С открытия соревнований репортаж нашего корреспондента Артура Мхце. Для большинства поклонников бокса Александр Степанович Давыдов считается легендой. За долгую тренерскую карьеру он помог многим местным ребятишкам достичь ранее небывалых высот. Сделал из них чемпионов. В боксерском мире быть воспитанником Александра Давыдова – своего рода знак качества спортсмена. Бронзовый призер Олимпийских игр в Афинах Мурат Храчев много лет занимался под руководством заслуженного тренера России. Советы наставника не раз помогали ему добиваться самых высоких результатов. Александр Степанович Давыдов – очень талантливый педагог. И его талант заключался не только в том, чтобы научить нас искусству ведения боя. Александр Степанович был для нас и отцом, и наставником духовным. И его мудрость дала нам очень многое в жизни. Для Карачао-Черкесии нынешний год во многом особенный. Столетний юбилей просто не мог пройти без ряда важных мероприятий всероссийского масштаба. Одно из них – представительный турнир по боксу в памяти тренера Александра Давыдова, организованный при поддержке мэрии Черкеска. В день открытия соревнований во Дворце спорта юбилейный собрались поклонники этой олимпийской дисциплины и люди, лично знавшие Александра Степановича, в том числе вне ринга. А также новое поколение спортсменов, которое тоже многое знает о человеке, в память о котором организован турнир. Иван Крещенович представляет московский боксерский клуб. Знаешь ли, кто такой Александр Давыдов? Конечно, знаю. Это великий тренер, он воспитал целую плеяду великих боксеров, таких как, например, Мурат Петрович Храчев и большое количество мастеров международного класса по боксу. Об интересе к данному соревнованию лучше всего говорят заполненные трибуны крытой арены. Красочное шоу с участием юных спортсменов и танцевального коллектива сразу настроили зрителей и почетных гостей на действительно праздничную атмосферу под сводами дворца. Всероссийский турнир по боксу собрал в одном зале около 250 человек из 16 регионов страны. Даже само участие в состязаниях подобного уровня уже престижно. А уж вписать свое имя в историю нового спортивном календаре соревнования мечтает любой амбициозный боксер. Программа турнира рассчитана на несколько дней. Посетить его до 21 августа смогут все желающие. Артур Махци Алибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. В Архызе прошел открытый республиканский турнир по национальной борьбе на поясах «Тутуш». Спортивные состязания были приурочены двум большим датам – столетию Карачаева-Черкесии и вековому юбилею хозяйки турнира поселка Архыз. Об участниках и победителях расскажет Ахмат Халкечев. Праздник спорта развернулся на Софийской поляне. Звание лучшего участникам открытого турнира предстоит оспаривать в пяти возрастных группах, в каждой из которых почти ревесовых категории. Перед каждой схваткой юные борцы, как в старину, вместо разминки отбивают зажигательную резгинку. Уровень очень прекрасный. Столько детей сегодня борются здесь. Уже они это потенциал. Сегодня они здесь показывают свою борьбу, свои панки. Некоторые из них, я думаю, будут чемпионом мира, может, олимпийскими, некоторые, может, учёными. Поэтому, если они здесь, значит, они уже... Дорогие друзья, потроги! Мероприятие организовано администрацией Архыза по личной инициативе главы поселения Магомеда Батчаева. Уже год в посёлке работает секция борьбы. Но без участия в соревнованиях и обмена опытом никакого развития не будет, уверен Магомед Анзурович. Ну а столетие государственности народов Карачаевой Черкесии и юбилей посёлка как красивый повод в деле популяризации спорта и здорового образа жизни, подвоживает он. Турнир – это не только там посмотреть, кто выиграл. Турнир – это воспитательная работа, чтобы люди видели именно то, что находимся здесь среди гор, именно чтобы люди видели, что здесь развивается спорт. В соревнованиях собрали сильнейших борцов в своих возрастных и весовых категориях практически со всех районов республики. Каждый, кто выходил на ковёр, настроен исключительно на победу. Жёсткая борьба развернулась между представителями Карачаевского и Зеленчугского районов, выступавшими в весовой категории 48 килограммов. Ислам Лайпанов от Карачаевского района при своём реальном весе в 43 килограмма оказал весьма серьёзное сопротивление участнику от Зеленчугского – Шамилю Чумаеву. В итоге за тяжмой схватки, определяющий победный балл решением судей соревнований, был присуждён Шамилю Чумаеву. Расскажи, как проходила вообще сама схватка и твои ощущения были? Схватка была очень трудная. Было трудно взять захват. Оба не давали. В чём его преимущества, на твой взгляд, были? Сила. Техника. Что тебе помогло? В чём секрет? Надо бороться спокойно, чтобы победить, не нервничать. После подведения итогов работы судейской коллеги соревнований, призовые места на турнирной таблице распорили следующим образом. На первом месте по числу заработанных медалей спортсмен Зеленчугского района. На втором – борцы из Карачаевского района. Ну а третье место поделили участники из Усть-Джугутинского и Ногайского районов. Ахмад Халкечев, Роберт Жакутанов, Вести Карачаева, Черкесия, Архыз. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Только до 4 сентября в Кисловодском цирке Новая грандиозная шоу ГИИ и рация «Обещанная сказка». Код города 87937 296 58 категория 0+. Зовут меня Злодник Владимир Николаевич. Я занимаюсь исследованием и лечением боли острой и хронической, связанной с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Не терпите боль. Мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе клиники «Сити». Мы можем вам помочь. Умею и хочу учиться. Поэтому с 10 класса Я в университете. Работаю с настоящими учеными. Заканчиваю школу нового типа в ЭВСКФУ и собираюсь стать студентом. Стать студентом. Хочу стать студентом. Приём в школу нового типа в самом разгаре. Ортопедический салон предлагает средства реабилитации, изделия для позвоночника и суставов, компьютерная диагностика стоп, изготовление индивидуальных стелек, детская и взрослая ортопедическая обувь. Черкесск, улица Кавказская, 37, торговый центр «Панорама». Ребёнок не говорит. Развить фразовую речь, улучшить дикцию, снизить возбудимость. Помогут современные технологии в Реоцентре. 8-928-690-3603 Без налогов нет государства. Именно от налогов зависит вся жизнедеятельность страны. Качество исполнения обязанностей государства, в том числе перед своими гражданами, напрямую зависит от своевременно уплаченных нами налогов. Сделать свой вклад в развитие страны просто. Начни с уплаты налогов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Продолжение следует...